всем привет ребята второй день на острове корфу сейчас пропустим машинку мы остановились вот в этом здании сейчас я покажу вот так выглядит у нас дворик везде висит белье и вот это наши окна вот вот здесь наши окна и мы сейчас сначала направимся к морю к морю идти здесь пару метров вот дом позади меня а вот здесь уже здесь уже море ребята здесь уже море сейчас будет и мы в поисках какой-то булочной какой-то кафешки сегодня уже не такой сильный ветер солнце как вы видите погода получше чем вчера и сегодня целый день мы будем гулять смотреть город корфу и любоваться его архитектурой ну и красотой а вот уже море поспокойнее да смотрите какая красота посмотрите как красиво выглядит море и дальше идут горы а там вдали еще есть снег ведь я там еще лежит снег на улице сейчас плюс 13 маленький ветер только и потрясающее солнце очень хорошая погода здесь какое-то огромное здание такое стоит очень большое вон наше окно вот там вот видите там закрытые ставни это наше окно так ну что теперь идем искать булочную чтобы где-то позавтракать утро 10 часов где-то ведутся работы а мы в поисках булочной такие вот дома везде стоят ставни пальмы растутали все это выглядит ресторан oldest in town самый древний написано ресторан в этом городе сегодня будем много гулять много ходить все смотреть так ну что я думаю здесь булочная нет смотрите уже народ гуляет большинство это туристы хотя сейчас еще не туристический сезон и туристов очень мало смотрите здесь здание 1840 год вот написано здание 1840 год но прочитать очень трудно греческий язык он такой да совсем другой нашли мы все таки ту булочную но там негде присесть и там нету в рапс то что мы пробовали вчера очень вкусные поэтому направляемся сейчас исходное место я взял правда с собой прошу то купил прошу то 100 грамм прошу то обошлось всего лишь евро 50 центов и сейчас идем в поисках этого в раб и потом возьмем где-то кофе присядем посидим позавтракаем и будем гулять смотреть сегодня целый день потому что завтра вечером в 10 часов вечера мы вылетаем 8 часов вечера нужно быть в аэропорту то есть у нас сегодня целый день есть и завтра я думаю что это с головой хватает для такого небольшого городка как корфу мы за территорию города не будем выезжать останемся здесь и будем все здесь смотреть и просто гулять и наслаждаться отпуском сегодня гуляем и нет ветра совсем другая прогулка вчера просто невозможно было гулять потому что ветер тебя сносил а сегодня так хорошо вышло солнышко классная погода народ весь вышел вчера не было столько много людей наверно из-за ветра и не знаю даже сегодня все гуляют кстати смотрите ребята здесь ни один светофор не работает видите им наверное уже лет по 100 и они не работают здесь вообще и все просто переходит дорогу когда нету машин нашли булочную взяли в рапс вот там и сейчас еще ждем еще ждем капучино вот так выглядит булочные вот такие вот изделия здесь даже есть такие вот пироги сыром цены нормальные это стандартная булочная вчера мы сюда приехали на эту площадь вот здесь припарковался автобус и мы сюда сначала зашли нам здесь понравилось и как правило первое место когда ты заходишь там тебе больше всего нравится простила женщина еще немножко дать и какао и буду давать еще какао так капучино есть капучино есть здесь мы взяли в рапс и сейчас направимся где-то присесть покушать забрели забрели на местный рынок атакуют рыночек красивый продуктовый рынок продается рыбка морепродукты поскольку рыбы 14 10 евро 18 евро какая красота 6 евро запах правда такой стоит рыбы местные на яблоки по евро 50 80 центов стоит апельсины смотрите за килограмм апельсина 80 центов как дешево вот это очень дешево под 80 центов килограмм апельсин яблоки евро 50 евро 30 по 2 евро помидоры такой небольшой рыночек небольшой рынок но все есть все свеженькая здесь тусуются местные ребята местные пенсионеры я бы так сказал пьют себе водичку кофе пиво а с правой стороны огромная крепость я все думаю нужно нужно ли нам туда скрести найти или нет огромная огромная крепость которая все время защищала корфу от турок я так понимаю смотрите кто-то так оригинально сделал что было тепло натянул вот такой вот натянул такую пленку и все уже уже тепло по 80 центов апельсины это это круто не знали они здесь растут или нет я думаю что нет все таки и может быть рядом африка хотя рядом сицилия еще немножко морепродуктов вот видите тоже морепродукты ну такой рыночек все самое необходимое здесь есть 10 евро стоит рыба килограмм местный котик тусит красивыми не трогай вот они здесь бездомные эти коты он ждет вот такой вот рыночек ну недорого 8-10 евро свежая свежайшая рыбка это очень круто кто любит морепродукты здесь неплохо на главное чтобы потом его это все приготовить смотрите какая огромная крепость ребята огромная крепость это так я так понимаю это мы сейчас внутри этой крепости находимся видите с левой стороны здесь и не знаю ли туда можно подняться наверх на эту крепость но было бы неплохо туда подняться края вот крепость мощная кристина здесь сейчас всех котов соберет на этом базаре любит очень котов кристинка ну что получил удовольствие ладно пусть и дальше ждем сейчас кофе принесут вот капучино заказали с кристиночкой я взял себе двойное капучино кристина не захотела двойное все двойное это очень много ну ладно попробуй что самое интересное ребята здесь они сразу тебя спрашивают с сахаром или без сахара и если с сахаром тогда спрашивают окей супов водичка как вини и взяли вот такую вот вкусняшку сеньки взяли вот такую вкусняшку я забыл как это называется но выглядит очень круто в таком стакане здесь у нас капучино вот такой вот десерт многослойный у кристины то же самое здесь подают воду как и вене так и здесь кофе очень приятно и это все нам обошлось ровно 10 евро вообще круто очень дешево 2 евро капучино и 281 это такая вот такой вот десертик и сидим прямо на центральной улице здесь много людей гуляет здание такие прикольные вот так вот а ну-ка про выкосненько вкусно очень вкусно вкусняшки и мне уже не терпится самому попробовать вот это все дело прикольно вообще ой какое сладкое ну круто сейчас еще заценим капучино греческое каручино очень вкусно и салфеточки ну все отпуск отпуск удался ребята все сейчас поедем пойдем дальше гулять по таким красивым местам классно что нету ветра и это очень меня радует потому что вчера просто невозможно было гулять вот куда мы сейчас зашли здесь много кафе мы направляемся в крепость вот туда далеко далеко в крепости вышли на такую красивую променаду посмотрите какие дома много кафешек солнышко потрясающая погода и здесь мне очень нравится очень колоритное место надо как-то сюда прийти и выпить здесь кофе продав классно а нам надо направиться как-то к крепости сейчас мы это сидела обойдем и направимся в крепость хочется посмотреть и подняться наверх и там видно будет также город море такие вот дома здесь красивые здесь очень красиво очень симпатично да просто круто и вот здесь есть мост воздействие на и есть ход класс готов здесь меряно-немеряно видите столько здесь котиков бездомных бегает здесь такая вот площадь класс вообще и вот какая крепость впереди вот там впереди вот туда нам надо как-то забраться сейчас подняться наверх я представляю как здесь летом жарко летом и она жара невыносимые как круто здесь кристину мы вчера здесь гуляли рядом на соседней улице и сюда не дошли сегодня вот как раз попали на такую огромную площадь парк класс я надеюсь что да люди есть наверху значит все открыто все работает и мы сейчас попадем в крепость которая изначально была построена еще восьмом веке византией потом перестроена она была во времена венецианского правления и огромная крепость самом деле здесь есть две крепости в старой и я так понимаю новая крепость но вот на одну из них мы сейчас я думаю попадем много детей посмотрите сколько детей так я понимаю что здесь какой-то от школы дети короче может быть физкультура блин какая мощная эта крепость сейчас будем искать где главный вход и подниматься наверх мы уже купили здесь вот билетик билет стоил всего лишь 3 евро ребята 3 евро на человека и мы попали практически уже вот в крепость посмотрите как здесь это все выглядит блин действительно крутая крепость огромная мощная огромные стены ведь какие высокие и наша цель подняться наверх я спросил здесь за 3 евро везде можно гулять может гулять до восьми часов вечера пока не закроется везде подниматься наверх и 3 евро я считаю это очень хорошая и дешевая цена для такой крепости вау мощно очень здесь мы зашли смотрите внизу еще есть даже какие-то как дача не дача не знаю такие домики маленькие здесь канал проходит лодки стоят огромные мощные стены и и вот здесь главный вход в крепость и флаг греции мы сейчас находимся на острове корфу ребята класс кристина уже раздевается и их уже жарко да красивых на самом деле погодка потрясающе очень хорошо что мы приехали на пару дней в разведку но это того стоило не знаю рассказываем или нет но билетик в одну сторону на самолет стоил всего лишь 12 евро туда и обратно 50 евро на двоих билет на самолет почему бы не прилететь из вены и не смотрите внутри и не покайфовать 160 евро стоил отель 50 евро стоил билет 210 и мы уже находимся на острове корфу здесь стоят такие вот пушки и мы уже находимся внутри этой крепости на самом деле я не готовился извиняйте ребята не читал истории не было времени но зато так посмотрим сейчас вместе с вами офигеть да попробую взять такую крепость и далеко далеко горы пусть здоров сначала сначала все самое интересное здесь сильный ветер но вид не меняется посмотрите здесь какой открывается красивый вид на море здесь вот такие вот души офигеть и можно посмотреть как это все выглядит вообще классно ох какой вид вот вам друзья корфу греция так мы сейчас пойдем вовнутрь туда и будем подниматься наверх будем подниматься высоко-высоко наверх откуда будет видно полностью весь город так ну вот а вот такие ступеньки высокие посмотрите ребята какая красота какой огромный храм сейчас войдем внутрь это церковь это церковь святого георгия 19 век мне кажется что это намного старее здание это церковь сейчас посмотрим я оказался прав 1864 года постройщика английским архитектором когда здесь понимающие некоторые острова принадлежали англичанам они построили потом это все но такая вот церковь такой храм очень красивый внутри идеально все отреставрировано мы сейчас будем потихоньку с крестиной же подниматься наверх подниматься довольно таки долго и надо сейчас уже идти чтобы успеть и оттуда я представляю какой роскошный вид будет ну конечно будет ветер но ничего зато посмотрим вид на город и на крепость неизвестно что было похоже на какую-то тюрьму кованые какие решетки ребята смотрите все очень серьезно выглядит на тюрьму да такая вот часовня колокольня и мы уже идем наверх а здесь открывается вот такой вид на город проходим через такой тоннель здесь уже прохладнее поднимаемся все выше и выше и выше вау это куда ведет диск это был дополнительный спуск вот это да какой красивый вид какая красота ребята косят траву шумят здесь стоят лодочки парусники красота а там маленький такой катер на буксире тащит огромную баржу старую огромную баржу какой он сильный такие вот панорамные вид открывается поднялись мы наверх еле-еле здесь стоит старый маяк он правда закрыт здесь старый маяк и это самая высокая точка этой крепости здесь находится также крест огромный металлический крест и отсюда открывается лучшая панорамная наверное картинка на сам город корху и мы видим дали еще одну крепость но я думаю эта крепость поменьше чем эта будет сейчас я это все покажу вот это да вот это да вот это вид вид на миллион всем советую сюда подняться и полюбоваться красотой корфу я хочу пить что ты хочешь пить Кристина хочет пить ладно пошли спускаемся вниз спускаемся вниз но это того стоило это того стоило вот здесь не такой сильный ветер возможно ой как хорошо здесь солнышко потрясающе круто очень красиво вернулись уже в город классно мне очень понравилась эта крепость блин круто вообще огромное и сейчас направимся с Кристиной на рынок обратно и пойдем немножко отдохнем поваляемся а после обеда после этой сиесты опять выйдем в город и пойдем где-то уже ужинать подержи вернулись мы на базар и берем сейчас за 80 центов один килограмм берем сейчас апельсины вот такой вот они такие огромные вообще я правда не сильно разбираюсь нормально я такой вот этот вот этот ого хватит 2 наверно не попробуем мы уже взяли мандарины взяли там еще какие-то и сейчас возьмемся вот такие вот апельсины нам понравился этот рынок ценные копейки за апельсины заплатили 80 центов за вот этот огромный пакет здесь и апельсины такие красные называется по-невецки блут оранжи не знаю как по-русски будут потом мандарины евро пятьдесят евро пятьдесят и восемьдесят это сколько получается два тридцать два тридцать и мы набрали два пакета цитрусовых вообще халявах 2 евро стоят очень большие огромные просто помидоры но помидоры не очень хочу я просто помидоры огурцы не очень люблю а так дешево тоже нашли еще клубнику такая вот пудника 2 евро стоит ну давай возьмем выбирать я не знаю сколько она сладкая вот это возьмем да бери вот эту на это самое лучшее клубничка бери давай сюда вниз букет посмотри чтобы она была нормально клубника настолько пахнет мне кажется что это свежие хорошие очень сладкие клубника сейчас мы ее купим за 2 евро попробуем ну что ребята мы закупились не знаю как мы до завтра это все съедим но все стоит копейки около пяти евро три пакета и клубника и мандарины и апельсины и даже взяли маленькие такие как не называется кристина кунгват или как ки маленькие какие-то мандаринки вообще просто супер круто круто ну да мы сюда прилетели на три дня это довольно таки мало сюда нужно прилетать хотя бы на недельку чтобы все посмотреть но мы прилетели с кристиной просто разведку потому что билет стоил 12 евро отель все очень дешево поэтому прилетели здесь погулять и все посмотреть и может быть летом опять прилетим сюда и уже будем купаться возвращаемся уже обратно в квартиру потому что нагулялись сейчас ровно два часа и все быстренько все закрывается до шести часов до пяти до шести часов сюда кажется накупились закупились опять нет никого короче мы сейчас тоже будем сидеть отдыхать дома а в часов 5 направимся уже ужинать направимся где-то в пиццарию вообще никого опять нету и мы как всегда опять потерялись в этих улочках и опять не знаем куда идти по идее здесь да а вот здесь направок двери двери лежат отдыхают такой мопед а все верно я уже помню эту арочку и мы подходим уже нашей квартире будем отдыхать машины стоят конечно впритык смотрите смотрите как машина стоит рядом стеной это же надо быть еще таким специалистом чтобы так припарковаться смотрите старая почта почтовый ящик старый древний почтовый ящик и вот наш дом кристина побежала опять за котом кто-то соседи сушат белье опять как круто да между домами натянута веревка и сушится белье и вот наш дом вот закрытые окна и мы уже пришли кристина куклу в убийству кисинка убежал кот котик уже пришли в квартиру сейчас будем обедать потому что все закрыто под вечер пойдем ужина где-то в пиццерию какую-то таверну такой вид открывается из окна вот сейчас покажу вот смотрите какой вид открывается из окна такие здания какой вид прикольно да здесь стоят внизу автомобили купили клубнику купили вот такие маленькие мандолинчики вкусняшка клубника стоило 2 евро все цитрусовые стоили 5 евро короче меньше чем на 10 евро мы набрали очень много всего здесь еще такой вид из окна на старое здание не знали кто здесь живет или нет может и живут люди вот наша улица там а смотрите ребята вот как не еще раз называлась косинопис бог а кумкват вот этот кумкват видите он на в сахаре такой сироп из сахара очень вкусные эти мандаринки и кумкват называется это те мандарины смотрите сколько мы еще здесь накупили цитрусовых я не знаю как мы их сидим за один день главное чтобы у нас от витамина c не это крещение по воскакивали здесь кафе-машина много пустых пакетов осталось вчера покупали банановый сок и кристина пьет очень медленно как-то это вино и вообще не пил алкоголь а кристина потихоньку потихоньку смотрите здесь еще больше пол бутылки здесь как называется штопор да был поломан штопор мы не могли вытащить и красиво просто утопила эту пробку внутри тот кумкват это как раз вот эти маленькие мандаринки вот то что им сейчас показывал вот так они выглядят купили еще бутерброды купили прошу то купили сыр вот такой вот сыр за евро 19 сейчас будем обедать вот такой у нас столик вот такой прошу то вот такой сыр бутербродик с курицей очень вкусный бутерброд с курицей а у кристины тоже с курицей давайте покажи как взяли напиток типа я так понимаю местной местной фанты вот так это все выглядит вау какой маленький у тебя миниатюрный как раз для тебя вот вот видите там внутри тоже курица стоил евро 20 этот бутерброд мой огромный бутерброд такой длинный где-то я не знаю но очень большой сантиметров 20-25 не надо стоил сколько 3 евро 10 центов сейчас будем кушать отдохнули теперь направляемся дальше смотрите опять нету никого но посмотрите как сделаны здесь дома посмотрите какие балкончики видите вот балконы все когда-то строилась такой любовью у нас еще ничего не упало опять очень сильный ветер я сейчас переключусь и покажу вам такой колоритный корфу сейчас нету никого еще вот это сиеста фиеста и это придется до 6 часов вечера потом опять все откроется а мы здесь бродим и смотрим любуемся этим городком старинным очень городком посмотрите как балкона выглядит такие вот балконы такие вот дома много мопедов мотоциклов стоит кондиционеры видны были сейчас у моря на там очень холодно здесь между домами вот так вот стройка идет здесь пакетах собран мусор строительный мусор и здесь мы уже поднимались кстати да эта дорога ведет к нам тоже много ступенек на нашем пути телефон и покажу вам все историческая церковь святого николауса 17 век вот где мы сейчас находимся это центр весь а мы находимся здесь много очень кондиционеров потому что это понимаю летом здесь жара невыносимая и никого нет никого вот эти все ставни все закрыто ну может там самом центре будет народ вот здесь уже люди есть здесь уже есть люди друг напротив друга так окна здесь уже есть люди но это классно это хорошо сегодня когда мы шли домой не здесь купили такую лопатку вот такую вот лопатку мы купили вот за 3 евро всего лишь с оливкового дерева вот посмотрите как здесь колорит на тоже какая красивая церковь такая вот колокольня высокая высокая а здесь мы были не катя что мы здесь не были были мы уже везде были за полтора-два дня мы же здесь везде побывали а это вот так вот выглядит натуральные мочалки чего не из какого-то не знаю с 1 с 1 моря вот натуральные мочалки стоит 8 евро где-то музыка а здесь все школа музыки точно школа музыки поэтому где-то звучит музыка здесь вот этих окнах так вот ну интересно погулять интересно тем более когда все закрыто видите полностью все закрыто но в скором времени все откроется еще где-то часик и все откроется полностью хотя есть магазины которые открыты вот магазин открыт здесь бы не все до конца придерживаются этой сиесты туристы бродят все закрыто туристы бродят думаю что нам делать куда нам пойти вот здесь уже живенько вообще самые оживленные улицах самая оживленная улица сила взяла мороженое такое красивое поисках интересных мест вот мы гуляем да я часто замечаю что здесь есть открытки с изображением сессии императрица сессии австрийская императрица которая любила гулять отдыхать тусить на корфу у нее здесь была шикарная резиденция вот она называется ахиллион песенка вот здесь можно ее посетить в этот раз мы наверное не будем туда направляться можно за за городом корфу но следующий раз если мы сюда попадем мы обязательно посетим это дворец сессии и тогда будет новое видео интересное с этих мест а пока мы гуляем наслаждаемся колоритом греции и пытаемся понять греческий язык который очень очень трудный и он не похож ни на какой язык вообще ни одно слово не похоже единственная аптека только похоже все больше ничего не похоже кто-то сегодня постирал все черное вот видите штаны штаны футболки все черное постирана о маргарита пицца артиджинали пицца 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 супа пицца пицца сюда можно прийти на пиццу крысин на прокат мопеды я уже не хочу мороженое я уже не хочу мороженое песен спасибо вот настоящие старинные дома очень сладкое мороженое кто-то затеял ремонт в доме а точнее в квартире стоит лестница и здесь мы выходим на набережную и ветерок до на набережной где мы уже гуляли есть ветер да немножко пройдемся прямо посмотри что там находится ну что старый город эти старые улицы мы уже все обошли 10 раз вдоль и поперек вот здесь прикольно смотри кафешечка такая народ сидит вот народ сидит и вот такое здание с балконами там вдали крепости мы забыли цветочки уже растут куда опять смотрите как красиво здесь пальмы такое такая декорация зашли сейчас в пиццерию заказали пиццу прошу то я заказал агрессивно заказала себе шпагетти карбонара и ждем все должны принести такое вот заведение все из кирпича старый дом прикольно вообще классно и ждем заказ так вот выглядит пол видите с бутылочками и и вот здесь уже улица и такие старые здания вот нам принесли вот такую вот пиццу пицца прошу то горячая еще очень красивая и шпагетти карбонара крестинка себе заказала шикарно вкусняшка да ладно будем кушать сыр да немножко сюда так все хватит поднями вот так вот вышли уже из пиццерии блин пиццерия бомба называется маргарита пиццерия маргарита поужинали очень вкусно пицца огромная пицца шпагетти карбонара кока-кола и сок все обошлось всего лишь 30 евро и это дешевле чем вене поужинать но очень вкусно всем советую вас теперь только гулять и гулять и любоваться такими вот зданиями полу полу разрушенными но в этом тоже есть какой-то свой такой шарм и прикольно я считаю что очень классно мы уже здесь все обошли несколько раз сейчас даже не знаю хочется пойти в то место где мы еще не были немножко там погулять и уже идти в апартаменты отдыхать потому что завтра у нас выселение к 11 часам но самолет только в 10 вечера 8 надо быть в аэропорту сейчас перед тем как зайти в пиццерию разговаривал общался с таксистом спрашивал сколько стоит такси в аэропорт он сказал здесь ехать 5-6 минут и цена на такси всего лишь 10 евро то есть за 10 евро можно уже доехать в аэропорт не знаю завтра может быть такси поедем на автобусе стоит на двоих 340 а на 6 евро там 60 центов до касси уже будет такси то есть намного комфортней ну и быстрее чем автобус поэтому сегодня гуляем немножко завтра целый день будем гулять с 11 как мы выйдем как мы выйдем из квартиры до 8 9 часов нам нужно где-то гулять и потом в аэропорт в 10 вылет и в 12 а точнее в 11 по австрийскому времени здесь один час разницы мы будем уже вене там садимся на поезд и направляемся домой вот как забирают мусор прикольно да на такой машинке и уже все потихоньку вечереет везде включили отопление потому что все таки еще холодно здесь смотрите сколько ласточек летает это что я помню в детстве говорили если ласточки летают низко это до дождю помнишь да касси не знаю смотрите сколько этих ласточек вот все небо вот как здесь живенько народ сидит и очень-очень даже весело наши апартаменты вот там там вдали киоски еще работают красиво очень пройдемся здесь немножко посмотрите какие красивые какие красивые вот этих фонари огромные старые фонари красота вечерний корфу а что здесь смотрели меню вот видите вот здесь ребята смотрели меню подходит парень и такое говорит английский дойче русский я говорю ну можно и по-русски но русский я говорю ok спрекли а в дождь до говорим по немецкий он ход но 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 дочь но дочь так что ты спрашиваешь какой лэндвич какой язык мы были шоке смеялись так что ну да нет у нас только меню на этих языках есть а я так только немножко по-английски и все так на греческом и все парень веселый говорит у нас один из самых старых ресторанов я посмотрел ценник там ну рыба 68 евро одно блюдо из рыбы я подумал нифига себе 70 евро практически одно блюдо это для греции очень-очень не дешево я говорю хорошо следующий раз мы придем к тебе но парень попался веселый ну что вот он настоящий вечерний корфу с такими красивыми зданиями разными разная архитектура и впереди что-то такое вау я даже не знаю что такое может быть музей может быть не музей но это стоит вам ребята показать и наверное на этом я сегодня буду заканчивать наше видео потому что ну целый день снимаю целый день мы ходим все снимаем осторожно машина крестин и уже отсняли несколько часов материала и все для вас ребята я тех первую очередь у кого нету возможности путешествовать и кто моими глазами смотрит мир смотрит разные страны от вас что от вас ну лайк комментарий ну и подписочка на мой канал кто еще не подписался посмотрите как это все выглядит колоритно смотрите круто офигеть такое древнее старое обшарпанное но от этого но не становится хуже вот так это выглядит какая красота спросил сейчас ребят вот пошли ребята красном парень говорит что это музей сегодня уже закрыт откроется завтра но выглядит красиво потрясающе вот я подошел уже поближе это оказывается ребята как дворец как дворец михаила и георгия так и музей азии искусство азии внутри находится также музей и выставка но здание до здания середина 19 века и выглядит очень очень круто вообще с этим подсветками вообще классно все такое древнее старое вот как выглядит как выглядит и 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 Субтитры создавал DimaTorzok